уважаемые стрельцы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на май месяц что вас ждет в этом периоде расклад подойдет и мужчинам и женщинам некоторые карты я буду отдельно для вас трактовать что мы будем рассматривать как обычно самые основные самые важные моменты о которых думает любой человек здоровье работа карьера дом семья ваша личная жизнь и все это мы будем рассматривать и для тех кто в паре и для тех кто в свободном поиске возьмем карты для тех кто имеет основную работу и также для тех кто в май месяц входит без работы также в раскладе будут участвовать две дополнительные карты форс мажора отдельно для женщин и отдельно для мужчин или эти карты назовем картами скрытых факторов то есть то что не видно вашим глазам но то что мы выясним в процессе расклада о чем вам нужно будет знать благодаря раскладу мы можем вовремя высветить слабой стороны вашей жизни и просмотрев этот расклад вы уже заранее будете знать на что вам в этом периоде нужно все таки будет обратить основное внимание сегодня работаю на колоде таро чиро марчете таро снов все что требуется от вас на момент просмотра это максимально умение расслабиться только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и делать правильные выводы вы можете смотреть этот таро прогноз как по асценденту для тех кто его знает также по своему основному знаку гороскопа и то и другое правильно колода полностью готова и он с вами можем начинать и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые стрельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению хочу сказать о том что как для женщин так и для мужчин этот месяц будет полон хлопот и суеты и больше это будет касаться работы дел финансов потому что с финансами есть напряжение поэтому здесь нужно будет как-то выкручиваться но первой картой на начало этого периода выпала замечательная карта старшего аркана императрицы карта прекрасна для женщин но также она хорошая для мужчин потому что она говорит о том что если меня смотрят мужчины во многом вас в чем-то поддержит именно женщина та женщина которая для вас является очень важной особой это может быть мать это может быть супруга это может быть важная женщина из внешнего мира но все-таки информация идет о том что это человек с которым вы связаны кровными и этот человек вам очень близок если говорить о женщинах стрельцах то по императрицы я вижу насколько вы красивая умная талантливая предприимчивая благодаря вам что-то происходит хорошее и в жизни ваших близких потому что вы всем готовы помочь вы всех тянете за собой и благодаря тому что вы не сидите на месте в постоянном движении в постоянном поиске и ваша семья и ваши близкие будут чувствовать себя комфортно если меня смотрят те женщины которые являются матерями и бабушками я вижу насколько вы заботливы все ваши мысли связаны с тем чтобы своим детям дать все самое лучшее если меня смотрят те женщины у кого проблемы с зачатием то по этой карте в этом месяце все возможно или в течение ближайших трех месяцев вашей жизни может быть чудо если говорить о женщинах ваша голова не только кладезь знаний но и кладезь новых идей многие из которых вы обдумываете возможно по этой карте вы хотели бы что-то совмещать пробовать что-то новое попутно развивать своих хобби и увлечения и при этом вы никогда не забываете о своих близких по императрице вы успеваете везде и дома и на работе для тех кто ведет активную социальную жизнь общий запас энергии на начало этого периода великолепные и вы не собираетесь сидеть без дела если говорить о мужчинах то вот эту самую уверенность энергию надежду вам дает женщина и женщина вселяет в вас тот самый позитив и нужные для вас силы что под вашими ногами под вашими ногами выпала карта шестерки чаш карта дома семьи домашнего очага или самых родных и близких людей о которых вы постоянно думаете если говорить о вашем здоровье то даже у тех у кого есть отклонения на начало этого периода я не вижу ничего плохого я не вижу обострений я вижу наоборот стабильность для тех у кого все хорошо то по этой карте вы еще больше думаете о ком то чем о себе а тех кто рядышком с вами но не забывайте все таки о том что расклад общий вопросы здоровья озвучить для всех в общем раскладе невозможно их можно рассматривать только в персональных раскладах но шестерка кубков для многих из вас показывает стабильность по здоровью что будет происходить вашей рабочей деловой сфере в делах в бизнесе и для тех кто работает для тех у кого есть основная занятость выпала двойка монет и карта десятки мечей двойка монет говорит о том что вам придется в этом периоде постоянно вращаться бегать как белка в колесе это карта рутины при том это небольшие деньги небольшие доходы которых конечно же ни на что особо не хватает поэтому вы постоянно будете думать о том как этими деньгами сбалансировать как финансово удержаться на плаву возможно кто-то подумывает о дополнительной подработке или совмещает несколько работ но все равно это не большие деньги и в конечном итоге большая усталость в работе происходят перемены но к сожалению для вас не совсем благоприятные или нужные карта десятки мечей может показывать и некоторые застой или то что в работе есть перебои или то что работа может быть с приостановками я вижу что вам крайне тяжело вам действительно очень сложно зарабатывать даже те копейки которые у вас есть и неважно какой это труд физически или интеллектуальной работаете вы на себя или на кого-то здесь по этим картам я все-таки вижу кризис и сложности но вас во многом поддержит кто-то из ваших близких из вашего дома из ваших друзей поэтому не унывайте не падайте духом позже что-то будет налаживаться и восстанавливаться но пока сложности в особенности в начале этого периода есть даже если вы пытаетесь запустить какие-то дополнительные или новые проекты на них просто может по факту не хватать денег хотя идеи вашей голове очень хорошие но из-за нехватки вот этих самых финансов многое может притормаживаться теперь посмотрим что ждет тех кто в начало мая вошел без работы для вас первой картой выпал паш мечей конечно карта нервов хлопот я вижу что вы ищете но ваши поиски не увенчиваются успехом к сожалению эта карта может говорить о том что вы получаете отказы в чем-то у вас помимо всего прочего может не хватать определенного опыта или знаний вы нервничаете еще из-за этого то есть возможно для того чтобы найти хорошую работу вам нужно чему-то заново учиться или переучиваться получать вот этот самый новый опыт также на сегодняшний день несмотря на то что вы работу ищите все-таки у вас недостаток информации продолжайте искать возможно вы немножечко не там ищите но если говорите особо напористых стрельцах то все-таки по факту работу найти вы сможете потому что под вашими ногами девятка монет также эта карта говорит о том что несмотря на то что вам сложно работу найти эта карта тоже показывает самых близких людей или одного определенного человека который не оставит вас без денег девятка монет это хорошая финансовая карта и она говорит о том что многие свои финансовые проблемы вы сможете благодаря этой помощи решить это довольно таки комфортная и безбедная жизнь но все равно такое положение дел вас явно не устраивает и выходили бы зарабатывать сами по этой карте я вижу что вам придется подождать чего-то для вас более стоящего хорошего или подходящего потому что сразу работу найти к сожалению не получается не исключаю даже что возможно даже до конца мая месяца работу вы пока еще не найдете даже если наклевывается определенное предложение то в конечном итоге либо снова могут быть отказы либо кто-то впереди вас поспешит и снова дело может закончиться неудачей но не волнуйтесь я вам уже говорила что без денег все равно вы не останетесь и даже две первые карты говорили о том насколько у вас надежные тылы в лице тех людей которые рядышком с вами а теперь рассмотрим ваше финансовое поле в общем и для тех кто имеет работу и для тех кто не работает на финансы опять-таки выпали две сложные карты видите весь расклад говорит о недостатке денег и снова мы видим пажа но в данном случае это паж монет финансовые хлопоты суета много беготни мало толку и под вашими ногами карта повешенного старший аркан карта предвещает трудности застой конечно этот месяц неблагоприятен для каких-то новых начинаний крупных вложений даже если вы что-то планируете лучше подождать и карты говорят о том что это ожидание может затянуться как минимум до двух месяцев многие из вас вынуждена чувствуют себя заложником или заложницей той ситуации в которой вы находитесь но это время вам тоже дано не зря повешенной никогда не выпадает просто так эта карта дана для проработки ошибок прошлого для анализа жизни для пересмотра своих позиций в чем-либо даже если у вас была или есть определенная стабильная работа то здесь скорее всего вам что-то придется менять либо вы вынуждены рано или поздно будете что-то менять вы ждете заказов но либо это маленькие заказы либо те заказы которые вас не удовлетворяют и вот это бесконечное ожидание затягивается конечно по пажу монет деньги будут но это мизер из того что вам реально нужно теперь рассмотрим положение отдел наших семейных пар что у ваших домах что в ваших семьях для вас выпла карта туза мечей и карта старшего аркана шута карта туза мечей говорит о том что отношения тоже в паре сложные напряженные могут быть конфликты вы почему-то что-то можете воспринимать в штыки ваш партнер что-то может воспринимать штыки но если включать здоровую логику если вы сумеете посмотреть на ваши отношения со стороны на все то что происходит в вашем доме то есть что-то не пропускать через свое сердце не слишком убиваться даже если что-то не получается а наоборот стараться договариваться в чем-то вы придете к единому мнению вы оба хотите обновлений и в отношениях потому что в этих отношениях и вам явно не хватает любви и я не исключу того что кто-то из вас может поглядывать на сторону потому что карта шута может предполагать новые спонтанные для вас знакомства и возможно просто на вас кто-то из внешнего мира обращает внимание вашему партнеру чего-то в этих отношениях не хватает ровно настолько же насколько и вам у тех у кого есть дети сложные отношения в семье могут быть из-за образования или из-за воспитания или из-за характера вашего ребенка также если меня смотрите женщины которые способны еще к зачатию будьте бдительны потому что в этом периоде возможно нежелательное зачатие чтобы вы потом не нервничали постарайтесь это предвосхитить но зато головы каждого из вас полны идей то есть вы каждый из вас обдумывает какие-то новые проекты либо новые начинания многие хотели бы куда-то поехать или сменить место жительства или переехать или что-то поменять в самом жилье в этом месяце тоже не стоит торопиться не стоит тратить или куда-то вкладывать деньги лучше выждать более благоприятное время потому что даже если вы что-то начинаете что-то развивается слишком спонтанно по факту потом вы будете нервничать расстраиваться разочаровываться и это будет вызывать ненужные конфликты в вашей семье все равно я не вижу чтобы вы расстались я вижу что вы вместе и вы должны стараться друг друга поддерживать но я вижу что где-то ваша вторая половинка слишком спешит либо слишком чем-то рискует вам придется либо немножечко заземлять свою вторую половиночку но возможно и такое что ваша вторая половинка пытается в чем-то заземлить вас потому что вы хотите все и сразу и быстрых вот этих перемен но пока к сожалению не получается и вы видите что расклад пока сложный что ждет те кто в свободном поиске для вас выпала карта восьмерки мечей даже если вы встречаетесь я вижу что не ладится что вы не удовлетворены или эта карта может говорить о том что вы вообще пока ни с кем не общаетесь эта карта может показывать и прошлые тягостные отношения о которых до сих пор вы думаете и мы видим здесь женщину которая изображена в коконе которая ищет выход а найти его не может есть много каких-то болевых моментов и ограничений из внешнего мира касательно вашей личной жизни все это вас волнует и беспокоит но под ваши ноги выпала карта старшего аркана звезд она говорит о том что вы не должны терять надежду не должны расстраиваться новые знакомства возможны но чуть чуть попозже даже если вы сейчас с кем-то на расстоянии вам тяжело увидеться тяжело сблизиться из-за каких-то внешних может быть факторов связанных даже с политикой либо еще чем-то но рано или поздно вы сможете друг друга увидеть для тех кто встречается и у вас есть партнер или партнерша рядом с вами искренний человек но у этого человека тоже на сегодняшний день могут быть какие-то свои сложности вы должны попытаться здесь друг друга поддержать не нужно разрывать этих отношений не нужно тоже и здесь торопиться то есть по звездам рядом с вами и высшие силы и ангелы-хранители и само проведение говорит вам о том что не нужно спешить те кто в поиске по этой карте у вас еще будет выбор вариантов и все у вас будет налаживаться также эта карта творчество рассвета уважение в обществе вашей внешней красоты и ваших внешних данных хотя сейчас вы не чувствуете себя некрасивым невостребованным или востребованной но по звездам вы так даже не имеете права думать это временные сложности помните об этом посмотрите на ситуацию своей жизни по философски и карта звезд вас призывает к этому даже если есть какие-то препятствия эта карта кармы и судьбы и она говорит о том что такой вход судьбы судьбу не обманешь и она вас ведет верным путем не получается сейчас любви займитесь творчеством что-то изучаете в чем-то развивайтесь направьте свою сексуальную энергию во что-то нужно и полезно чтобы ее трансформировать на благо себе и людям по этой карте я вижу что до конца даже этого года вы можете оставаться в этом самом поиске даже если вы с кем-то в отношениях то здесь тоже нужно ждать и для того чтобы объединить свои судьбы объединить окончательно давайте возьмем карты форс-мажора что же нужно знать женщинам для женщин выпала карта старшего аркана мира и это то о чем я вам говорила карта мира это одна из лучших карт старших арканов которая закрывает все старшие арканы и дает вам обновление она говорит о том что вы дойдете до определенного уровня до определенного этапа на вас действительно может влиять все то что происходит во внешнем мире так как это карта мира других людей но при этом это и четыре стихи света которые будут вам помогать четыре ангела которые будут стоять рядышком с вами и эта карта огромных возможностей и в работе и в любви и в финансах по этой карте вы себя еще будете раскрывать возможно будете учиться чему-то новому либо путешествовать или ездить в зависимости от того какие цели и задачи вы перед собой ставите если для вас важна семья новая работа или начало нового проекта то это все еще впереди поэтому верьте в свою светлую звезду теперь возьмем карту форс-мажора либо непредвиденных обстоятельств факторов для мужчин и мы видим карту старшего аркана императора видите как интересно и для женщин и для мужчин завершает расклад две карты старших арканов и обе хорошие четверка старший аркан император предвещает вам стабильность стабилизацию многих процессов но здесь тоже проявите терпение железную волю и характер от мужчин эта карта требует самодисциплины стратегии твердых волевых решений настойчивости и напористости и вот это все те черты которые вы должны будете день за днем проявлять для того чтобы дойти к своей удаче также если говорить о мужчинах то именно в этом месяце все-таки в конце этого периода вас ждут какие-то очень благоприятные перемены потому что в конце месяца будет какая-то либо новая возможность и это может быть даже не одна новая возможность за которую вы захотите зацепиться и что-то у вас получится потому что сами высшие силы и другие люди будут вам помогать потому что здесь идет очень большое общение какие-то и новые предложения и старые связи будут вам помогать поэтому все у вас будет налаживаться то что касается мужчин для женщин май месяц все-таки более сложный но и вас в конечном итоге ждут какие-то новые возможности не поддавайтесь панике не поддавайтесь депрессивным состоянием а умейте их контролировать потому что если говорить о женщинах то я вижу что вот эти панические атаки или страхи порой присутствуют в вашей жизни но вы не должны сдаваться уважаемые стрельцы таким для вас был расклад на этот период подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться помните о том что каждую неделю выходят свежие недельные развернутые прогнозы в которых я вас всех жду всем вам мира добра процветания а сегодня всем до свидания всем пока